сегодня хочу показать как правильно делается переход с помощью продукции мотив с разольными баллончиками рассмотрим такой пример что у нас на поверхности было какое-то небольшое повреждение это может быть скол это может быть небольшая царапина первым делом мы с помощью грунта в разольном баллончике этот участок загрунтовали это мы сделали заранее чтобы не терять время вот он у нас высох мы его отшлифовали подготовили заматировали поверхность и теперь непосредственно будем использовать следующие материалы это у нас краска металлик которую мы закачали полупродукт непосредственно будем наносить на место повреждения плавным переходом вот можно использовать три различных прозрачных лака ну я выберу наверное вот этот лак покажу вам так как он имеет хорошую укрываемость высокий глянец и быстро высыхает и будем использовать как последний выравнивающий слой вот этот растворитель для переходов чтобы не было границы по лаку приступим небольшими напылами мы наносим само базовое покрытие на место повреждения делать это будем 2-3 раза каждый раз перекрываем слой нужно подождать где-то порядка пяти минут чтобы у нас этот слой подсох и после этого будем наносить следующий слой у нас прошло пять минут базовое покрытие подсохло теперь обязательно нужно после каждого слоя антистатической салфеткой собрать вот эти перепылы слегка протираем и наносим следующий слой после нанесения второго слоя нужно подождать 5-10 минут как только помотовеет у нас поверхность еще раз протрем и нанесем последний третий выравнивающий слой прошло у нас сейчас 10 минут как я говорил после каждого слоя обязательно собираем пыль салфеточкой у нас подготовлена поверхность для нанесения прозрачного лака лак будем использовать мотив премиум он очень быстро высыхает имеет высокую степень глянца нанесли один слой подождем 5-10 минут и нанесем второй слой так прошло у нас 10 минут наносим второй слой и после второго слоя будем сразу наносить растворитель для перехода также фирмы мотив покраска у нас сделано мы добились результата поврежденный участок мы перекрасили базовым покрытием потом перекрыли двумя слоями лака и саму границу от лака размыли растворителем для перехода теперь необходимо чтобы детали высохла и вот этот участок где мы размывали границу лака необходимо располировать